Всем привет! Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня в гостях Анастасия Семина, звезда YouTube с прекрасным каналом по изучению русского языка. Пожалуйста, смотрите под видео, там есть ссылка на канал Анастасии. И сегодня мы говорим об очень интересной теме, это вегетарианство, и вегетарианство в России тоже. Настя, расскажи, пожалуйста, немного о себе, несколько слов. Меня зовут Анастасия, я живу в Петербурге, сейчас нахожусь в Петербурге тоже. Я преподаватель русского языка для иностранцев, мы встали коллеги. И последние, не знаю, лет 6-7 уже активно веду канал на YouTube, ну, в Инстаграме, разумеется, тоже. То есть очень люблю вот это дело, очень люблю делать материалы для тех, кто изучает русский язык, делиться этим. А сама тоже изучаю язык сейчас, это турецкий, очень мне нравится. Я была в Стамбуле весь сентябрь, весь ноябрь, пыталась практиковать его. Здорово. Собственно, вот. Здорово, отлично. И что для тебя значит слово вегетарианец, вегетарианка? Потому что для всех это разные понятия, что ты ешь, что не ешь. Ну, вообще существует вообще понятие, вегетарианец, веган, это вот самые такие легкие различия для меня, что вегетарианец это тот, кто не ест мясо и рыбу, ну, там, птицу, в общем, всех, кто бегает, прыгает, плавает. Некоторые считают, что они едят рыбу, например, и всё равно вегетарианцы, потому что они не едят именно мясо. Но я отношу рыбу всё равно к тем, кто плавает, двигается и с глазами. И веганы, да, то есть вот это вот чёткое различие между вегетарианцами и веганами. Веганы не едят всё то же, что вегетарианцы, плюс не едят ничего, что животного происхождения, то есть яйца, молоко, вот эти там сыр, творог и так далее. Но другие строгие веганы говорят о том, что быть веганом, это не значит только соблюдать правила в еде. Это ещё и означает и вести образ жизни такой, который не вредит животным, то есть не покупать натуральную кожу, не покупать косметику, которая тестировалась на животных, что очень трудно, кстати. Там духи, парфюм, например, найти, который не тестировался на животных, очень трудно. Я не веган, и если и была чуть-чуть какое-то время веганом, то только пропитание. То есть у меня, к сожалению, есть и обувь натуральная кожа, и косметика, скорее всего, вся тестируется. Но я вегетарианка, да, я не ем тех, кто бегает, прыгает. И для меня это уже не является чем-то очень особенным, то есть я уже так привыкла, и для меня переход на вегетарианство был таким лёгким, потому что я никогда сильно не любила мясо, что мне не кажется это чем-то особенным. Вот в чём дело. То есть я просто ем всё, что не мясо. А когда? Когда ты стала вегетарианской? Сколько лет назад? Уже четыре года точно, наверное, четыре с половиной, это было зимой, почти четыре с половиной года. Понятно. По каким причинам? Был какой-то момент, когда ты решила стать вегетарианкой? Кто-то посмотрел какое-то видео страшное, у меня есть подруга, у неё машина сбила кошку, после этого она несколько лет была вегетарианкой, например. У тебя был какой-то момент такой? Ну, такой истории не было, но да, информация разная приходила ко мне через разные фильмы и книги или каких-то блогеров, которые эту тему освещали. Тут была смесь, наверное, о том, что не хотелось съесть животных, что это не так необходимо. А второе, то, что оказывается, тоже пришла информация о том, что потребление мяса, особенно каждый день, это и не так полезно для организма, потому что организму тяжело переваривать каждый день тяжёлую пищу, такую, как мясо. И вот эта информация постепенно я стала изучать больше, смотреть, читать разных вегетарианцев и авторов книг, которые вегетарианцы и которые живут лет 20, 25, 30. И, ну, очевидно, что если бы у них были проблемы со здоровьем, это было бы уже понятно. По ним же видно, они все обычно в интернете такие, тоже показывают себя, свою личность, свою жизнь. Вот, то есть это была смесь и о здоровье своём, и защита животных. Ну и, конечно же, я посмотрела фильм «Земляне», страшный фильм, но этот фильм, он состоит из нескольких частей. Я смотрела его тоже несколько частей, то есть не за один раз. Там не только про питание, там как раз про тестирование на животных, про изготовление вот обуви или шуб разных, да, из животных. Там всё, там про всё. И это было очень страшно. После этого, наверное, у меня так укоренилось вот это решение. Понятно, понятно. Ну да, здоровье и вегетарианство – это интересный вопрос, потому что можно быть вегетарианцем и есть не очень здоровую еду. Конечно, конечно. Потому что жареная картошка, там вегетарианские гамбургеры – это не обязательно здоровое, да? Конечно, можно есть одну жареную картошку, макароны, шоколадки и так далее, и это не значит, что… Вегетарианство не значит, что это здоровое питание. Но часто вегетарианцы, как я вижу, вегетарианцы часто также заботятся о здоровье своём. Часто, правда? А я уже вижу, что нет. Это, да, мне кажется, уже само вегетарианство иногда переходит на такую идею, что это модно, что модно заботиться о животных, что модно заботиться об окружающем мире, а то, что это здоровье для себя уже это там второе, третье, четвёртое. Да, может быть, даже не модно, а уже как бы нормально для многих людей, да, как в жизни, понятно. И после того, как ты стала вегетарианкой, ты увидела какие-то улучшения в своей жизни? Ну, на самом деле я, вот как ты сказала, я как раз и решила заниматься тоже здоровьем, а не просто перестать есть мясо. Я старалась есть больше фруктов, овощей, меньше хлеба. Если хлеб, то чёрный, не белый и так далее. И поэтому у меня изменилось, я думаю, здоровье. Даже внешний вид изменился, я похудела. Не так прямо сильно, я не была супертолстая. Но по старым видео, например, можно увидеть, что у меня такие щёки, а сейчас такого нет. Я почувствовала, особенно первое время, я чувствовала, что мне как-то легче. Я чувствую себя легче всегда после еды. У меня нет тяжёлого чувства, что еда переваривается, как бывает после мяса. А так очень сильных изменений, наверное, не было. Потому что я, опять же скажу, я никогда так сильно мясо не любила, чтобы почувствовать большую разницу. Ну вот это, кстати, интересный вопрос, потому что часто вегетарианцы, это люди, которые просто не любят мясо. Очень часто для меня. Может быть. Я вижу. И, например, я... Были моменты, когда я месяц не ела мясо, потом я прям очень хочу, хочу. А есть люди, которые не любят, и им легче, мне кажется, физиологически. Ну, тогда да, конечно. Да, хорошо. А, ну, Россия культурно это страна, где едят много мяса. Вот Франция тоже. Может быть. Например, Япония, там тоже едят мясо, но рыба тоже есть. Ага. Во Франции, например, когда ты идёшь в гости, иногда молодые люди спрашивают, что ты ешь, что ты не ешь. Но если ты вегетарианка, вегетарианец, ты должен сам сказать, сама сказать, что я не ем мясо. В Великобритании очень часто тебя спрашивают, каждый раз, например, а в России это не очень трудно быть вегетарианкой, ходить в гости? Не знаю, я даже не думала такими категориями, что, возможно, я не думаю, но люди, которые приглашают меня в гости, думают что-то, потому что у меня есть подруга, например, из Польши, но она живёт сейчас в Петербурге. Она часто переживает, что, ой, ты же не ешь, я тебе приготовила вот это, да, нормально? Нормально? То есть она прямо переживает, и мне даже неудобно, мне некомфортно, что кто-то переживает. То есть я считаю, что я не... Если я прям хочу что-то есть особенное, я должна сама принести. А если нет, то тогда я просто съем без мяса гарнир или без мяса вот этот салат. То есть для меня непринципиально. Для меня вообще еда, если это в гостях, это дело десятое. Для меня важнее общение с людьми. А вообще я вот не задумываюсь о том, что это сложно. Если в гостях, да. А с родителями, ты сказала родителям, что ты не ешь мясо, они, наверное, сказали, что же теперь тебе готовить? Нет, 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 такого нет. Ну, во-первых, я не живу с родителями и приезжаю не так часто. Ну, я бываю в Архангельске дома, да, но мама тоже перестала есть мясо, но она ест рыбу. Это вообще не проблема. Ну, то есть мы как бы спокойно просто готовим что-то такое общее, если мы вместе едим. Папа до конца, мне кажется, не понял, что такое вегетарианец, что случилось. Понятно. И, да. Так, а трудно ли найти, вот ты живёшь в Санкт-Петербурге, трудно ли там найти...